Всем привет, с вами Супер Стас. И Супер здесь. Это ваша, наша любимая рубрика «Все или ничего?» Второй сезон. Здесь мы ездим по разным городам России и пробуем еду по системе дорого-дешево. И сегодня мы в Сочи. Сочи! Давай определим, кто из нас будет бросать кубик и напомним нашим зрителям о правилах. Погнали. Цуефа, цуефа, цуефа. Да я, брат, я буду кидать кубики в этом сезоне вообще или нет? Почему всегда ты это делаешь? Сочинские боги, адлерские мужчины, каха. Пожалуйста, я знаю, здесь вкусно. Здесь столько ресторанов, это курорт, понимаешь? Давай, принимаем нашу куберспортивную позу. Погнали. И давай мне кубик. Да-да-да! Почему? Да! Ну что, я здесь сделал такого? Вези меня, сударь, поехали. Первый ресторан, поехали. Какой ресторан? У меня дешевые места. Правило шоу «Все или ничего». Супер Стас и сударь приезжают в город России и кидают кубик «Все или ничего». Тот, кому выпадает «Все», не имеет лимитов благодаря кредитной карте Альфа-банка и ходит в самые дорогие рестораны города. Тот, кому выпадает «Ничего», получает 2500 рублей наличными. Так, какие у нас будут заведения? Самое популярное в городе, где много отзывов и целых пять звезд. И то, что нам посоветуют зрители. Так что давай сейчас запишем кружочек в той Телеграм. Погнали. Угадай, где я? Мы в Сочи! Друзья, посоветуйте, пожалуйста, нам места дорогие и дешевые, где можно вас вкусно. Только четко, четко. Мы хотим кушать. И подписывайтесь, где дорого, а где дешево обязательно. Это моя машина. А давайте. Я с него как будто одеялко снял, разбудил, такой, Ершанчик, вставай. Наваристая юшечка, приятное тонкое тесто, вкусное мясо. Чтобы вы понимали, когда мне скинул Рома, что здесь 20 тысяч отзывов, я говорю, где эти все люди? Дай я их переспрошу. Хорошо. Очень пожаристый. Очень нежный. Как нам сказали, осторожно, Станислав, здесь дегидрированный чили и перец, вот эта стружка, я говорю, знали бы вы меня, вы сказали, приятного аппетита вам, Стас. Я без сила. В ноль. Ушел я. Давай мою кредитную карту Альфа-банка. Эту, что ли? Стоп, оставь ее себе, потому что пойдем тебе снимем наличные, и я потом ее заберу. Я тебе не отдам. Заберу. Не отдам. Заберу. Я дам. Все, она моя. Хватит болтать, погнали жрать. Вот как легко находить банкоматы Альфа-банка с помощью ярких брендированных экранов. Сначала находите место расположения при помощи карты в мобильном приложении, затем уже вы увидите в здании нужный вам терминал. Также у Альфа-банка есть крутые условия по использованию кредитной карты. Вы можете бесплатно снимать наличные до 50 тысяч рублей в любых банкоматах. Как по мне, этого более чем достаточно даже в самых экстренных ситуациях. Я всегда думал, что снятие наличных по кредитке не входит в бицепроцентный период. А нет. Вот так удобно. Быстро нашли, сняли наличные и не думаем о процентах 60 дней. А теперь погнали пробовать вкусняшки. Что ж, друзья, мы приехали в Сочи и я богат. Я просто сказочно богат, но духовно не деньгами, потому что у меня ничего. А куда деваться? Куда деваться? Вы думаете, что сидит этот суперстас, лыбится? А я очень доволен, что в Сочи именно мне выпало дорого. Ладно, мы приехали с вами в Сочи, но не просто так. Первое заведение у нас называется кафе. Кинкальная белая ночь. Это легендарное место, друзья. Легендарное. Первый ресторан, к которому мы пришли, Мамайкаля. Вы просто посмотрите, что здесь они сотворили. Как здесь красиво. Респект, кто занимался этим рестораном. Его строили 4,5 года, мы узнали. У меня, кстати, сейчас будет для вас небольшой челлендж. И вы сейчас тоже поймете, почему мы сюда пришли. Потому что у некоторых могут возникнуть вопросы. А их не должно возникать. Нам пришли закусочки к вину. Вина нет, мы не пьем. Но закусочки попробуем, конечно. Первый вот такой вот на огуречке. Угоречек. И горячка. Давайте попробуем. Очень большой огурец. Я не почувствовал угорь. Где-то немножко там пытался угорь бороться с этим огурцом. Но проиграл этот бой. Следующий бародинский хлеб. И корочка. Ого. Посмотри, здесь хлеб сделан из вот таких вот слайсов. Чучья и грана очень масляная. Немножко безвкусная. Но очень вкусный бародинский хлеб. Вот здесь сочетание бомбическое. Какой хлеб вкусный. Паштет из осьминога. Паштет прям идеальный, знаете. Похож на утиной. Но менее жирный. И менее насыщенный вкус. Но мне нравится. Вот это закусочка прям бомба. У нас здесь крем, лососик, хлебушек и икорочка. Попробуем. Суши с хлебом, ребята. Творожный сыр. Чувствуется зелень и очень хороший лососик. Это приятно. Чернила каракатицы, эклер. Внутри копченый лосось. Попробуем. Очень вкусный копченый лосось. Прям идеальное сочетание. Эта закусочка точно стоит внимания. Крокеты из лангустинов. Давайте попробуем. Это было невероятно. Влечащий вкус. Поджаристая рыбка. Лангустины. Профитроль. Икра осетра на месте. Красная икра. Щучья. Все здесь. Все на месте, спортсмены. Наверное, самое менее вкусное. Наравне с угурем. Нет какого-то целенаправленного вкуса. Размыты границы. И не понравилось. Раз, два, три, четыре, пять. Брать. Начало не очень и конец не очень. А посредине восхитительно. Но мы идем дальше. Друзья, вы, наверное, спросите у меня. Сударь, какого черта? Ведь Белые ночи не такое дешевое заведение. И вы будете совершенно правы. А я вам скажу. В Сочи не так много мест, где приготовят потрясающий вам шашлык. Поэтому мною было принято решение сначала прийти сюда, поесть один из самых вкусных шашлыков в Сочи. И после этого уже выживать на оставшуюся сумму. А знаете что? Это будет некий челлендж. Потому что у нас как-то, знаешь, иногда денежка даже остается, иногда еще как-то. А вот тут я буду действительно ограничен в бюджете. Сейчас у нас тартар из адлерской форели. Сказали сделать замес, а мы люди простые, делаем замес. Так, вот берем, смотрите как красиво. Бам! И загнали, смотрите. Делаем замес. И полили соусом понзо. Где моя кредитная карта Альфа-банка? Оплатить. Очень вкусно. Очень нежная, свежая форель. Невероятный вкус гуакамоли, авокадо, свежего горошка. А соус понзо просто дополняет со своей кислинкой и лайм. Меня в это блюдо влюбили. Вы знаете, как я отношусь к рыбе. Ради обзора, как фудблогер, могу сделать для вас оценку. Когда я прихожу сам в рестораны, я отдаю выбор в 99% мясу. То, придя сюда, я бы 99% отдал выбор адлерской форели. Это просто невероятно. А сейчас у нас тако с креветкой темпера. Выглядит очень красиво. Мне очень нравится, как это приносят. И дерево, и металл, и... Ой, вы посмотрите, просто семочки. Просто, знаете, картинка. Я сейчас смотрю на картинку. Со стринкой. Очень приятная стринка. Прикол в том, что ты ешь тако, но семечки доходят в конце. Вот я заедаю семечками. Просто посмотрите на вот эту креветку темпура. Она просто офигенная. Очень вкусная. Интересно, как там у нашего сударя дела. А теперь давайте приступим к самому прекрасному. К самому лучшему шашлыку. Ты посмотри на него, а. Я с него как будто одеялко снял. Разбудил такой. Ершанчик, вставай. Вставай, с**бал, ты ершаный шашлык. 410 рублей за 100 грамм шашлыка. Здесь 250 грамм. Мы еще взяли грузинский соус. Красненький, ты посмотри на него. Ну что, друзья, всем приятного аппетита. А я погнал. Короче, все, отмена. Никаких трех заведений. Я остаюсь здесь и ем просто три разных вида шашлыка. Пойдет так? Ты морячка, я моряк. У меня на столе пирог моряка. Как всегда, в таких блюдах не обойтись без красной икры. Прикольный такой подачи в котелке. Я думал, что это будет пирог, но он такой запеченный. Давайте откроем этот пирог и попробуем. Похож на жульен. Давайте попробуем. Очень горячая. Первой мне попалась креветочка. Такая нежная картошечка. Рыбный соус. Морской букет. Лангустины, гребешок, осетр. Все морская братья здесь. Это интересно, 100%. Я не любитель такого. Знаете, такое очень сытное, приятное сочетание блюда из необычной подачи. Это все морепродукты. Я ставлю ему лайк. А единственное, какой пирог Сударь может попробовать, где-то с сосисками в тесте. Вот это все сок. Это он. Это шашлык. Он сочнейший. Он потрясающе замаринован. Лучок? Свежий, ошпаренный. Не особо дерзкий. Мы продолжаем наше рыбное путешествие. У нас паста с крабом. Как нам сказали, осторожно, Станислав, здесь дегидрированный чили и перец. Вот эта стружка. Я говорю, знали бы вы меня, вы сказали, приятного аппетита вам, Стас. Очень интересно, очень красиво выглядит. Здесь свежий помидор. Аль денте очень вкусное. Краб просто шедеврание. Возьмем вот так вот и замешаем. В этом спагетте нет ничего личного. Настоящие томаты, краб, аль денте, спагетти. Все это замешать, это очень вкусно. Не знаете, что ты поел спагетти, уже такой сидишь, уже не можешь. Да, там со сливками. Это прям вкусно. Я думаю, что Лоренце это очень бы понравилось. Сейчас мы его похвастаемся. Дорогой Лоренцо, мы сегодня в Сочи. Подумал, почему мне взять спагетти? И просто посмотри. Спагетти, краб, настоящие помидоры. Как тебе? Ты бы такое скушал? Прислали Лоренцо пищу на размышлениях. На-на-на-на-на. Ребята, это правда. Один из самых вкусных шашлыков, которые я ем. Мягкий, вкусный, божественный. Шашлык потрясающий. И челлендж начинается. Смогу ли я выжать на оставшуюся сумму? А для того, чтобы понять, как у нас осталось, закормчаем. Перед десертом у нас каре косули. Нам его посоветовали, я отказаться не смог, потому что рыба рыбой, а мясо по расписанию. Соус, картошечка, батат, картошечка, легкий салат. И просто сейчас я вам покажу, насколько нежный этот, смотрите. Листья шпината, белые грибочки. Косули, сейчас попробуем. Не соврали, очень нежная. Все-таки это дичь. Имеет лесной привкус. Соус и погнали. Ммм, с тестом очень вкусно. И сейчас пирожечку с бататом и нежнейшее. Сверху сладкий батат, трюфель, который делает ваше блюдо вкусным, запашистым, невероятным. Ну и свежий салат с грецкими орехами, что может быть вкуснее. Орех суховат, но горецкое орех свое берем. То есть мое почтение. Кстати, напишите, куда в Сочи вы ходили и как вам, понравилось или нет. Здесь очень вкусно, приятно, невероятно, поют птички, музыка, вкусно готовят. Мы ждем десерт и я рад, что мне в Сочи выпало все. Так, друзья, момент истины. Вот он счет. Что-то я как-то борщинул, как будто. Первое заведение. Обошлось нам 1180 рублей. Очень дешево. Теперь, получается, мне нужно выжить на 1300 рублей. 1320. Ладно. Затом вкусно шашлык поел. И сейчас будем к настоящему выживать. На малое количество денег. Десерт нам порекомендовали, но мы не отказались. Это Милфей, как я всегда называл, охотник на Милф. Очень красивая подача в виде лодочки. Ой, хорошо коростит. Делаем, чтобы нам было удобно кушать. Это не просто коржики. Это песочное печенье. То есть оно приятное, вкусный крем, свежие фрукты. Это очень красивое и приятное окончание нашего обеда. Я однозначно рекомендую этот десерт. Если вы точно придете в это заведение. Этому заведению я ставлю точно свой лайк. Мамай кале. Меня удивило. Приятные официанты, приятная атмосфера. Вкусная еда. А мы сейчас рассчитываемся к карьерной карте Альфа-банка. Мы наели на 20 тысяч, ребята. Очень вкусно. Так, друзья. Второй точкой в городе Сочи у нас будет Рэд Баффет. Ну что, ребят, мы специально приехали в это заведение, потому что здесь 5 звезд, 20 тысяч отзывов. Мы в Адлере. Не очень дорого здесь, поэтому нам это идеально подходит. Плюс здесь еще проходят стендап-концерты. На стендап, скорее всего, мы не попадем. Однако покушать вкусно мы можем. Высота 5,642. Круто. Здесь крутая набережная. Отдыхают. А мы будем делать сейчас вещи, потому что мы пойдем есть грузинскую кухню. Мы уже в ресторане 5,642 высота. Чтобы вы понимали, когда мне скинул Рома, что здесь 20 тысяч отзывов. Я говорю, где эти все люди? Да, я их переспрошу. Что здесь они такого вкусного кушали? Но я выбрал для себя блюда, которые не пробовали в Сочи и вообще в течение всего шоу. Я хочу начать вот с пирожка бабахнуть. Посмотрите, это идеальный чебурек. Это просто, знаете, сумочка Биркин. Настолько хороша, что за ней гоняются девчонки. Этот адыгейский сыр такой мягкий, такой нежный. Суховато. Я привык, знаете, что когда пирожок ешь, сочится. Здесь не хватает сочности. Но именно сыр, он просто восхитительный. Я попробовал его с каким-то, знаете, сметану-укроб. Во! Точно зашло бы. Так, собственно, здесь начинается мой челлендж. На 1320 рублей, мне нужно посетить два заведения. Поэтому, чтобы сильно разгуливаться, я здесь не буду. По крайней мере, постараюсь. Схема как расставовки. О, кстати, как раз по стендапу все я говорил. Я думаю, оливешку возьмем. Давайте борщик красный. Один блинчик с творогом точно прям. Я думаю, мы совместим гарнир вместе с мясом. И возьмем лазанью еще. Слушай, нормально. У меня осталось 615 рублей. Нормально. Все, погнали на улицу. Здесь у нас пельменели. Супчик с маленькими пельменями. Я их называю мясные семечки. Вообще тут хорошо. Музыка играет. Приятные люди нас сразу встретили. А я слышу шум моря. Вообще прекрасно. Ну, я теперь понимаю, что, понимаешь, люди поиграют в волейбол, приходят сюда голодные, накинутся. Такой, давай напишем хороший отзыв. Наваристая юшечка. Приятное, тонкое тесто. Вкусное мясо. Ммм, укропчик. Давайте попробуем вот так вот. Может быть, в этом и суть? Прям с юшечкой. Я нашел это комбо. Ммм, ммм. Почитали, сколько ммм? Это было шедеврально. Берите адыгейский пирожок и супчик с пельменями. Где-то у меня там заиграла песня, знаете, типа, я кайфую. Не знаю, такую песню просто придумал. Очень наваристая юшечка, укропчик, вкусное мясо. Это прям бесит. Даня, налетай. Он голодный? Очень голодный. В общем, Даня говорит, я сейчас что-то себе закажу. Говорю, Даня, столько еды, сейчас все попробую. Налетай, это очень вкусно. А главное, с пирожком. Даня кушает, а вы смотрите на сударя. Так, друзья, 705 рублей. Весь этот поднос там обошелся. Не очень дешево, я бы сказал. У нас бывало и побольше продуктов, когда мы заказывали на такую сумму. Однако, должен заметить, что плашка супа здоровая. Огромный сок лазаньи. Десертик в виде блинчика с творогом. К борщу, кстати, пампушка идет. И салатик оливье. Ну и попить, конечно. Давайте начнем салат оливье. А салат, как мы помним, без хлеба оно не надо, а с хлебом пусть будет. Всем приятного аппетита, друзья. Слушай, нейтральненько. Хороший майонез, вкусная колбаса, соленые огурчики, картошечка, морковка и колбаска, в принципе, порезаны одинаковым кубиком. Это приятно. Я бы только единственное, что сделал, чуть-чуть бы, чуть-чуть бы, прям слегка. Оливье, что надо. Плюс перепелиное яичко. А это всегда приятно. Ну что, нам еще принесли блюдо. Я что-то вот не потрачитал. Смотрите, здесь у нас хачапурьки сейчас буду есть, кичины, адыгейский омлет. Но хочу все-таки бабахнуть быстро. Хачапури по-эмеретински попробую, потому что мы все пробовали, а такой я не ел. Но это похоже, что сверху сыр, уже сделанный и тесто. Успал вкусовую кому. Очень нежное, вкусное тесто. Приятный солоноватый сыр. Лепешка нежнейшая. Много сыра. Знаете, как это из Чипа Дейлати? Сыр. Теперь момент хичинов. Посмотрите, какие тоненькие, приятненькие. С маслицем. Заворачиваем. Я брал с картошкой сыром. Как они в такой вот маленький, я даже вижу Даню, запихнули сыр и картошку. Остановите меня, трое. Я теперь понимаю, почему здесь 20 тысяч отзывов. Это по-домашнему, это вкусно, это невероятно. Когда смотришь на это, ты не думаешь. Ты думаешь, что берешь тоненький какой-то кусок теста. А там, блядь, бульба. Если на вас бежит злой суперстаз, и вы не знаете, что делать, быстро готовьте хичины и вот так вот. И все, я успокоился. В сольвее все понятно, давайте попробуем борщ. Срочно борщ со сметаной и с пампушкой. Выглядит прекрасно. Красненький, наваристый. Мяса полно. По запаху как будто что-то не хватает. Но мяса полно. Мяса прям полно. За 200 рублей приятное количество мяса. А вот это интересно. Ну-ка. Кстати, еще забыл один плюс сказать. Если есть любители футбола, здесь можно еще и футбол посмотреть. Мы отказались сидеть внутри, потому что там слишком сильно мешал нам звук. Там этот идет на пенальти. Голкипер не справляется. Сударь ест. Что я могу сказать про борщ? Вкусная капуста. Хорошо сварена. Мясо-телятина. Хорошо приготовленное. Борщ неплохой. Не самый идеальный, который я пробовал в своей жизни. Но за 200 рублей с пампушкой, с таким количеством мяса, с такой порцией, имеет место быть. Очень даже. Жирнючий адыгейский омлет с жирной адыгейской сметаной. Давайте попробуем мамалыга, чтобы это все заесть. Это шакшука по-адыгейски. Чувствуется вкус яйца. Я думал, все будет перебивать сметана. Вкусная там? Очень. Ел бы я такое? Нет. Мне все-таки нравится, когда оно все-таки имеет твердоватость. Знаете, типа, сколько есть видов яйцец. Да фу**. Какую я люблю, подтвердим. И вкусная, но и такую я бы не ел бы. Но точно это сделано просто на высочайшем уровне. Я думаю, что есть любители такого омлета, знаете, побольше бы хлеба взять, вот это все макать, сидеть. А мы идем дальше. Честно, я уже в высочайшем ворсторге. Я 100% могу уверенность и сказать, что здесь 5 звезд. Здесь очень вкусно. Каждое блюдо – это просто сытность, вкус, индивидуальность. Про 20 тысяч отзывов, может быть, они какой-то коктейльчик дают за отзыв. Вот. Но точно здесь очень вкусно. Ну, сейчас, подожди. Единственный момент, который меня немножечко смутил – пиалочка для салата здесь. Немножечко имеет скол. Не то, чтобы это критично, но как бы посуду менять бы хорошо, ребят. Не очень круто. И второй моментик. У меня десерт лежит вместе с горячим на одной тарелке. Обычно это. Так не делается. Давай попробуем, из чего сделано это лазанье. Потому что выглядит она бомбически. И стоит при этом 200 рублей. Лазанье – прекрасное блюдо, на самом деле, для того, чтобы утолить свой голод. Попробуем, насколько здесь она хорошо сделана. Ваше здоровье. Угу. Лазанье – хорошо. Мясо, тесто, сыр, специи, томатная паста, морковка – все вместе получается достаточно приятно на лазанье. Как вариант для перекуса или обеда. Очень даже ничего. За 200 рублей пришел бы я сюда сюда за лазаньей, не пришел бы. Но как блюдо, которым можно приятно насытиться, это очень да. У нас на столе жаубар из телятины, завернут в кишки. Все это нарезано, сделано на гриле, посыпано грузинскими специями. О, смотрите. Вот такая малышечка. Давайте сейчас попробуем. Ммм. Очень нежно, очень сочно. Очень хорошо подобраны специи. Это невероятно. Видите, оно сделано вот так вот, тоненькими полосочками. Это невероятно нежно. Вкусные специи, которые немного добавляют пикантности. Некий фаворит для меня, чтобы, знаете, я пришел бы и обязательно это попробовал бы. Я думаю, здесь кто был, это пробовали, это просто восхитительно. На счастье. С лазаньей мы закончили, переходим к десерту. Вот и есть переход. Что я здесь заметил? Ну, во-первых, лазанья. Во-вторых, цукаты. Цукаты сверху блинчика приятны. Блинчик с творогом. По виду блин сделан вкусно. Достаточно вкусно. Знаешь, вот такой чистый блинчик, который приготовили ребята в ресторане. Вот так вот внутри. Творога достаточно много для такого блинчика. Сам блинчик вкусный. Без лишнего яичка, то есть не похож на омлет. Он прям такой пшеничненький, вкусненький, домашненький, вязкий слегка. Творог рассыпчатый, приятный, подсахаренный, не гиперсладкий. То есть вкус творога здесь прям, это вкус творога. Вот таким бы блинчиком я завтракал бы с удовольствием. Немножко даже напоминаю, знаешь, как будто чизкейк ешь. Очень отдаленный, очень отдаленный чизкейк. И стоит это великолепие 99 рублей. В принципе, неплохо. Красивые, горячие, с соусом. Давайте попробуем сначала без соуса. Горяченькие, как вы у меня, мои подписчики. Напишите, с чем вы любите хинкали. Я уверен, 99% моих подписчиков обожают хинкали. Только напишите, с чем. Там запечатана целая вселенная. Очень приятная. Мне нравится в хинкалих, это вкусный, хороший перец. Здесь мы присутствуем. Вкусное, свежее мясо. Я ненавижу хинкали за то, что мне вот это все вываливается. Ладно, шучу. Шутки, шутки. А вы поверили? Конечно. Попытка номер два. Все в соус берем. Хинкали здесь отменный. Просто прям 10 из 10. Приятное, сочное, со свежим, вкусным, перченым мясом. Это офигенно. Ну и чтобы юшечка была пожирнее, все мясо было прям, знаете, как говорят, смазано, туда добавили сливочного маслица. И я честно хочу сказать, что, наверное, это самое вкусное место пока за все ролики. Все ли ничего? Честно. Каждое блюдо – это просто восторг. Я кайфую. Мы переходим к десерту. Надеюсь, здесь какой-то есть национальный десерт. Я думаю, что все, что не пробовал Сударь в Сочи, никак не перебьет то, что я сегодня попробовал здесь. Это восторг. Ради этого места стоило приехать. Блинчик, лазанья, оливьешка, борщик, помпушка и компотик. Компотик я не знаю, какой мы взяли. Он так и называется – компот из свежих ягод. 79 рублей. Погнали. Ой. А здесь и малинка, и клубничка есть здесь. Как будто яблочко чуть-чуть добавили. Ну, чуть-чуть совсем. Основной вкус – это малина. Может быть, даже черника есть. Кружевник как будто есть еще. Слушай, это офигенный компот очень вкусный. Домашний. Прям приятный. Кисло-сладкий. Непритерный. Отличный компот. За такой стаканчик, конечно, немножечко дороговато. 79 рублей. Я бы взял за него 50. Вкусный компот за 79. Но можно было за 50. Когда ты без кредитной карты Альфа-банка в этом шоу, как-то стараешься смотреть на ценники. Поэтому у меня осталось всего 615 рублей. Что я могу еще поесть на 615 рублей? Я пока думаю, а мы давайте к Стасу переместимся. 615 рублей. Ну что, сегодня официально я забираюсь на Эльбрус, потому что это десерт под названием Эльбрус. Так что с Толеров я иду типа пятам. Мне такие подачи никогда не нравятся, но с другой стороны можно вот так вот брать слоями. Давайте попробуем. Брауни, фисташка. Ммм. Есть абрикосик. Очень цитрусовый вкус. Очень приятный. Брауни добавляет такой, знаете, фундаментальности. Задает густоту этого десерта. Абрикосик, клубничка и меренговый крем просто поражают своей нежностью. Это очень вкусный, нежный, с кислинкой десерт. Вот и съел я ваш Эльбрус. Теперь на что вы не подниматься? Я не понимаю. Иначе в заголовке. Супер Стас съел Эльбрус. Пора рассчитываться к кредитной карты Альфа-банка, потому что могу это сделать. Ну что, ребят, у нас последний ресторан. Мы на набережной Сочи. Вот он, московский порт. Роскошные яхты. Приехать в Сочи и не попробовать барабулей это, я считаю, просто кощунство и чудовищная ошибка. Хочется, как ГТА, просто какого-нибудь пи***а и в закат, вдать с пацанами, но сегодня мы не в ГТА, мы идем в ресторан d.o.m Ну, то есть, идем домой. Надеюсь, там как дома. Мы с вами, с нашими оставшимися 615 рублями должны это сделать. Поэтому мы приехали на ярмарку и сейчас пойдем искать то самое злачное место, где можно попробовать барабулей. Мы продолжаем наше христианомическое путешествие по Сочи, по блюдам и нам сейчас принесли шашлык из свинины. Я подумал, что Сочи, Адлер, шашлыки я должен взять. Я как минимум уверен, что сударь шашлыки не пропустится 100%. Давайте попробуем. Шашлык из свинины. Очень хорошо резится. Легкость чувствуется, да, голова. Очень пожаристый. Очень нежный. Сининка приготовлена на уровне. Хорошо замерленована. Меру соленая. Шашлыку я побольше бы дал бы луксуса. Маловато. Нету жилок. Она легко, вот, кушается спокойно. Шашлык я ставлю... Здесь точно умеет готовить шашлык. Это 100%. Это очень вкусно. Я бы даже еще чуть заказала. Здрасте. Здравствуйте. Аня, иди-ка сюда. Зачем, а что? Здорово. Как дела, как настроили? Все хорошо. Привет. Как ты сам? Все супер, Никита. Очень приятно. Привет. Привет, привет. У нас очень вкусное мясо. Венина, курица, есть говядина, есть кинкали. Радость моя прекрасная. Чудо мое ясное. Смотри, у меня челлендж. Мне нужно попробовать барабулю. Какая у вас минимальная порция? Буля-буля-барабуля 100 грамм минимальная. Вообще 300 грамм порции минимальная. А если 200? Вам можно 200. Тогда мы берем барабулю. Буля-буля-барабуля, точно. У нас получилось. Я буду, я буду для тебя всегда твоей малышкой. Если в меню есть оливье, любое, я его закажу. Потому что кто я? Оливастер. Это с крабом, естественно, летняя ресторанная интерпретация оливье. Что отличает? Это свежие огурцы и свежий горошек. Тогда оливье летнее. Но у нас в Сочи, лето, жара. Очень много соленого краба. Это вкусно. Краб офигенный. Но давайте я другую возьму. Он в другом месте стал, но соленая. Не хватает, знаете, может быть, с кусочком хлеба. Знаете, какой хлеб? Желтуха болеет. Это, если что, кукурузная. Очень соленый. Это вкусно. Все однозначно на высшем уровне. Соус, краб, очень вкусный горошек. Бомба. Но немножко соленая. Так, друзья, вот таким чудесным образом сложилась наша история. И мы оказались в кафе Ритца. Нам посоветовали пойти на ярмарку, где можно как раз попробовать и барабулю, и насладиться всем сочинским вайбом по полной. То, ради чего мы сюда приходили. Это, конечно же, барабуля. Та самая рыбка, которую ловят здесь, в Сочи, прямо в море, и потом подают к столу. У меня текут слюни, я ни разу ее не пробовал. И я думаю, что сейчас будет тот самый момент, когда вот я вкушу то, что нужно. Поэтому сейчас будем кайфовать, наслаждаться. Это обошлось мне в 580 рублей, вот эта тарелка, вот эта порция. Здесь лимончик, сама барабуля. Мы сейчас вот так берем. И давай прям вот эту вот самую, вот эту красоточку. Она как сухарик выглядит, слушай. Ну, плюс вайб, конечно, плюс вайб. Сейчас проедет, подождите. А ты бесконечный, брат. Очень мне захотелось взять язычок. Потому что я считаю, что язык еще надо уметь готовить. С грибочком, посмотрите, с каким вкусным пюре. Сливочное, хочу попробовать. Очень хорошая, нежная, сливочная пюрешка. Я бы сказал, даже по-домашнему, знаете, как мама сделала. Вот так он выглядит в разрезе. Ничего особенного, волокна. Единственный язык, который сможет попробовать за свои деньги сударь, это свой. Белые грибочки. Шикарный, шедевральный язычок, который вкуснейший просто. Вот это мастхэм. Кто любит телячий язык, здесь сделано просто по кайфу. Я наболен на птицестон. Приятного аппетита, мои хорошие. Боже. Какой кайф. Слушай, я думал, что-то будет похоже на корюшку. Интересно, а морду кушать можно? Нет, нежелательно. У барабули собственный вкус какой-то. Прекрасный. Блин, как объяснить вам, даже не знаю. Масла, конечно, много, но пожарено качественно. В небольшом количестве муки. Сама рыбка. Нежненькая, сочненькая внутри. Костей нету, только хребет. Остальные кости, они настолько прожариваются, что ты их можешь глотать. Лимончик добавляет кислинку к этой рыбе. И получается просто кайф. Я сейчас всю тарелку сдачу, простите меня, пожалуйста. Я считаю, что нам сегодня катастрофически повезло. Просто кайф. Оператор, хочешь барабулю? А как думаешь, тебе достанется? Ты прав, я тоже не в курсе. О, как семечки. Один раз начал, начать и потом не остановиться. Ну что, этот обзор не мог обойтись без барабули. Да, такое название. Знаешь, как будто бабушка называет барабуля. Вот такой вот удобный, чтобы лишнее не попало на твою прекрасную барабулю. Сейчас польем ее лимоном. Лимона на глаз. Посмотрите, какая она вроде с икорочкой. Давайте попробуем. Я, конечно, не любитель рыбы. Я делаю вид, что вам все такой эксперт. Не так я не люблю рыбу, но барабуля очень вкусная. Пусящая. Лимончик дает рыбке раскрыться. Это очень вкусно. Я рад, что здесь она была. Я ее заказал, попробовал. Теперь у меня есть, знаете, строганина в Калининграде. У меня есть корюшка. У меня есть вот барабуля. Я забираю, как говорится, свой этот лишь лист того, что я больше пробовать не буду. Так получилось, что барабулю не осталось. Давайте-ка быстренько. 180 рублей, как я и говорил. У меня еще осталось всего 35 рублей. А ладно, что уж там, что уж там. Тогда делаем так. Вот еще 15 рублей докидываем и погнали. Получается все. Я без сего. В ноль ушел я. Это окрошка на мацоне. Заливаем. Видите, мои поликулы возбудились. Горчица, хрен. Это для любителей кваса, потому что, понимаете, им не хватает этого вкуса. А мы, любители на молочке, получаем вкус от молочки. Соленое мацоне, вкусное мясо. Все порезано необычно, не кубиками, а стружкой вот такой вот, палочками. Это очень вкусно. Мне очень нравится. Я думаю, что любителям на молочке точно найдет. Чуть-чуть погрубее, чем айран, но тоже вкусно. Так, друзья, знаете, перед тем, как отправиться в аэропорт, я кое-что должен здесь завершить и кое-что сделать. Поэтому... Точечка такая приятная. Это у нас фисташковый рулет с малиной. Честно, я уже наеденный, у меня полный баг, последнее заведение, но надо, ребят, за вас. Вот если вот сейчас, прямо сейчас, если бы хотели бы, поставьте лайк. А если бы хотели все, что мы ели, напишите в комментариях. Хруст безе, физажка на зубы попадает, и малинка все это шлифует. Очень вкусно. Заведение очень красивое. Здесь работают приятные люди. Официанты спрашивают, интересуются. Очень вкусно едят. Но есть одно но. Сходчи заканчивается, поход по ресторану заканчивается. Мне придется опять сегодня увидеть эту моську нашего сударя. Мы довольны, недовольны, мы скоро узнаем, но точно знаем, что мы отправляемся в следующий город. И шоу сегодня еще продолжается. Я каждому благодарен, кто смотрит, ставит лайки, комментирует и ждет нас в своем городе. Ну что, мы поели на 10 890 рублей. Давайте оплачивать. Жар. Народальные пассажиры, заканчивается посадка на рейс номер 30. Ну что, хочу сказать, что в Сочи душновато. Душновато по погоде, но не душновато по состоянию. Да, но сударь уедет и будет не так душно, нормально. Начинается вот этот вот буллинг. Да, да, да. Слава богу, мне выбрало все. Шикарно было, братан. Ты понимаешь, я был в ресторане, который я считаю лучшим за все выпуски, за все сезоны. Ну, я тебя прекрасно понимаю, мне такое уже было. А что по дешевому? А по дешевому я тебе скажу так, смотри. Я себе позволил, вот помнишь, у тебя был момент, когда ты немножечко сэкономил и пошел в дорогое более-менее заведение. Ну, как дорогое, среднее. Ну, это я, а ты кто-то при чем? Так я сделал почти то же самое. Я просто сразу пошел в такое заведение и поел офигенного, самого лучшего сочи с шашлыком, мне кажется. Ну, по крайней мере, одно из топ-12 мест. Если мне вот не дает, дай угадаю, что-то с ночами связано. Да-да-да, белые ночи. Это ж популярное очень место. Кайф. Я был в высоте у Новикова, я был в очень прикольном месте, которое прямо на набережной. Ну, он такой деловой, знаешь, такой пафосный дом и просто был в джунглях. Ха. Я потом посмотрю. В общем, оценка этих заведений шикарнейшая. Я кайфанул. Из-за одного заведения я бы еще вернулся бы. Ну и, чувак, я как минимум почти побил рекорд и заработал кэшбэк от 1970 рублей. Ты на сколько насидел? Часов на восемь. Я должен был забрать лавру первого места по тратам. Я же специально... Опять. Я черную икру ел. Для чего? Мой канал. Мой город. У меня все было. Да, блин. Разошелся. Но у меня по-другому немножечко было. Я был еще в Рэд Баффете. Рэд Баффет это такое прекрасное пространство, где можно пойти, прикинь, еще на стендап. Там есть стендап. А ты пошел? На стендап мы не пошли, но как бы денежки-то ограничены. Какой стендап мне? Вот. Плюс там еще отдельно есть и бургерное, и еще какое-то местечко, где там тоже еду готово. Кондитерское, вот. И последнее, что я, знаешь, посетил. Вот это было просто плюс вайп. Просто. Вот этот сочек. Крой же рынок, да? Да. А кто-то тебе рассказал? Ты им что-то говорил? Конечно. Рома же мой режиссер. Короче, да, я попробовал барабульку самую настоящую. Я тоже барабульку пробовал. Ну, извини, у меня денег меньше было, барабулька дорогая. У меня барабулька была, плюс лимон, чехольчик, и все было круто. С видом на яхты по 50 миллионов. У меня тоже так было. Поздравляю. Я тоже на море сидел, без чехольчика, но с лимоном. Чехольчик это у тебя был, с кредитной карты Альфа-Банка. Это да. Да, я, как вы мне, разошелся, губу раскрутил так, что сейчас будем закручивать, если мне выпадет ничего в другом городе. Давай, поехали. Куда мы дальше? Через 15 минут у нас следующий рейс, и да пусть угадают в комментариях. Пишите. Город очень известный. Любим вас. Мы сражены.